отгремели битвы в интернетах тех кто считал что горшок похож и тех кто считал что горшок не похож равно как и все остальные персонажи этого прекрасного коллектива память очень избирательная мне почему-то запомнился больше всех барабанщик-поручик который стучит на их барабанной установки на московском проспекте где мы тоже репетировали я бы хотел поговорить не столько про сериал сколько про те моменты которые ускользают от критиков и фанатов данного прекрасного произведения интернетного искусства которая согласитесь всклыхнула обществе и пробудила очередной раз интерес к панк культуре культуре хотя для меня честно говоря король шут панками в честном виде никогда не были но это абсолютно неважно данному момент во первых сейчас у нас есть определенная установка вот не на такое да потому что чем это они тут занимаются волосатые в узких штанах катаются на каких-то досках ты должен быть как бы чисто опрятен и приятен и естественно на фоне всего этого установился концепт россии для грустных в этой связи на волне такого тотального страха власти перед любым проявлением что бы то ни было у нас запретили ампер 5 фильм у нас запретили капитал алкогонов бежит или бежал как правильно называется этот фильм что для меня очень печально потому что там присутствует группа шут пари а я уже говорил не в одном выпуске что клуб там-там где собственно король шут начинали и который стал для них как родным домом в современности воплощен именно в группе шут пари они там понятное дело не могли быть потому что они в принципе не из этого города ну и мягко говоря помоложе но вот когда я на них смотрю я сразу представляю обстановку той эпохи и конкретно того места который кстати присутствует в этом сериале там они мочатся с скинхедами скинхеды в татуировках но это извините конечно да в те времена татуировка была очень серьезным атрибутом и на лице то ее точно никто не носил поэтому я понимаю почему создатели сделали скинхедов с татуировками абсолютно не против этого но конечно в реале такого быть не могло и действительно единственное место где панки могли мочиться со скинхедами прям активно это конечно же был там-там ну и конечно же фильм мы по замятину замятину досталось два раза до сначала его запретили в советском союзе теперь вот уже киновоплощение его литературного произведения было запрещено у нас современной россии но при этом король и шут был разрешен сериал хотя если честно если покопаться в общем-то там посылов то не меньше таких которых определенным людям с определенными идеологическими установками пора бы за голову схватиться и в этой связи мне было крайне интересно посетить выставку на винзаводе посвященный панкультуре и наблюдать там подростков с горящими глазами которые приходят и видят что вот это она настоящая не гумозный официоз я честно говоря там реально пару раз всплакнул особенно при взгляде на журнал контркультура я его прекрасно помню я учился в училище я да я потек как девочка нет я сплакнул именно сплакнул сердце меня защемило я сейчас читаю гончарова обыкновенную историю там про струны про струны души и струны души у меня вот эти струны души у меня значит заиграли затрепетали и ну а второй конечно же вот эти аудиокассеты даже бобины которые там были представлены в реинкарнированной обстановке традиционного советского и постсоветского дома квартиры об этом кстати буду еще отдельно говорить когда я буду рассказывать про атрибуты этой эпохи в сериале бандитский петербург и улиц разбитых фонарей потому что там квартиры все ну просто абсолютно одинаковые практически с абсолютно одинаковым набором базовых элементов одним из которых является конечно же ковер и вот скажи допустим ну вот в те года в 90 что про этих ребят будет снят сериал но все бы покрутили виска наверное в том числе хотя и вообще в те годы думал о другом мне было что там 17 20 лет тем не менее и обратите внимание как интересно и в общем то наверное даже в чем-то несправедливо устроена жизнь ты можешь быть праведным и замечательным человеком но вряд ли про тебя снимут кино или по крайней мере такое кино на которое будут ломиться толпы зрителей при этом ты можешь быть абсолютно не от мира сего фриком или может быть фриком от мира сего но с определенными асоциальными поведенческими проявлениями и вуаля ты можешь сдохнуть от наркотиков а про тебя снимут кино сериал про тебя напишут книгу и тысячи фанатов будут ломиться тебе на могилу ты можешь быть бандитом убийцы и про тебя точно также снимут какое-нибудь эпическое полотно не случайно допустим вот такие сериалы как во все тяжкие или клан сопрано у нас пользуется такой колоссальной популярностью я когда смотрел фильм волк стрит я забыл задался себе вопросом ну в чем мораль этого кино о чем вообще фильм он конечно прикольный но он оставил меня определенный отпечаток что типа всех обманывать это круто получается что да и если ты делаешь это максимально весело то значит и флаг тебе в руки поэтому главный герой нашей страны конкретно это отморозок багров которого сыграл искусловит бодров о чем я собственно рассказывал в проходке своей по васильскому острову где показывал квартиру балабанова на малом проспекте и ну вот разве это правильно да то есть офисный планктон или доблестные работяги или просто какие-то среднестатистические обыватели они с удовольствием будут идти и смотреть кино то к чему они допустим может быть и чувствуют какую-то тягу или желание но не могут этого осуществить по понятным определенным причинам потому что общество их поставил определенные рамки которые они должны соблюдать иначе иначе труба а если ты эти рамки не соблюдаешь что у тебя есть большой шанс вот выбиться в стратосферу медийную и вот стать звездой и крайне эпично наблюдать как родители приводят своих детей на выставку про панк и вот эти дети мы еще совсем совсем подростки им там 10 12 13 лет они с такими тоже воспаленными взглядами на это все созерцают слушают эту музыку точно также опять таки понимаешь что это настоящее еще я хочу сказать про то что вот я ну и как обычно прогонял этот текст сначала в соцсетях замерял там определенный фидбэк о чем я там не сказал у нас в стране по сути не было вот такого пласта культуры да как который сформировался на западе но сначала там был какой-нибудь глэм и прочее то есть я имею ввиду кис дэвид боуи потом какие-нибудь man of war у нас называвшийся мановар ну и уже к нашим там годам самый известный слепнот допустим и поэтому попытки кстати были была такая группа тупые я помню король и шут они по сути вот заняли вот эту нишу да с какой-то дополненной реальностью где они придумали определенные образы образы надо сказать в кино они изображены гораздо более но стильно и качественно чем это обычно выглядело на сцене потому что все это рождалось конечно допотопными свойствами и здесь вот я уже ну если не насклоня своих лет то уже приближающийся к этому моменту знаете есть такой вопрос как бы ты прожил свою жизнь я вот сходив на эту выставку я понял что я бы прожил абсолютно точно так же как я и прожил возможно немножечко чуть чуть больше следил бы за зубами там еще за какими-то внутренними органами но это было нереально круто вот то что я прикоснулся порой был даже в эпицентре событий поскольку мне посчастливилось тоже играть в там-тами вот сейчас я ощущаю что это реально слепок эпохи о котором мы потом будут многие мечтать точно так же как я вот мечтал бы оказаться в 70-х в нью-йорке рядом с этим известным клубом ныне закрытым играли и ремонт и пати смит и все эти прекрасные люди ты может быть нищим музыкантом и в общем не знать что ты будешь есть завтра но вот именно на твоем продавленном матрасе окажется там вице-консул швеции голубоглазая такая прекрасная девушка или какой-нибудь еще замечательный представитель я помню был этот журнал петербургский бизнес или женский бизнес и там вот они фигурировали на обложках и вот одна из этих фигуранток потом фигурировала у меня дома есть о чем вспомнить как говорится да то есть очень круто потому что ну возможно и я честно говоря даже завидовал некоторым своим вот одна одногодка все могу быть допустим сыном какого-нибудь бывшего коммунистического босса переформатировавшегося в бизнесмена ездить кататься на доске в шамане или нырять с аквалангом на мальдивах у меня не было такой возможности но вот сейчас я об этом нисколько не жалею зато я познал массу всего другого и именно через панк именно через палки познакомился с движением стрейт эйдж написал потом роман от косяка до штанги и с тех пор как только какая-то передача про молодежной субкультурой и какой-нибудь тупорылый телевизионный редактор садится и гуглит что об этом есть он натыкается на эту книгу и начинает мне звонить приглашать последнее время меньше а был момент где-то года два-три прям активно звали ядер сходил к малахова после этого отказывался активно от предложений какой-то там было шоу лолиты милявской куда меня два раза называли я сказал но еще какие-то на менее известных телеканалах то есть через панк я отказался от всех вот этих дурных привычек потому что мне хотелось слушать панк-рок но при этом все таки вот жить по принципу который был сформирован stay punk stay clean оставайся панком оставайся чистым и оглядываясь вокруг и думая вот городе петербурге да кто сейчас ну невозможно понять вот четко определить что такое там панк-концепция в чистом виде да потому что никаких учебников и методичек не созданы но допустим если брать эстетическую сторону вопроса кто-то сейчас олицетворяет эту уже даже не субкультуру а самую настоящую культуру но возможно ваш покорный слуга когда летом ходит в определенных прикидах стараюсь все-таки ломать этот ненавистный мне стереотип про то что у нас серая страна для серых людей и где нельзя высовываться из толпы и где-то должен исключительно дуть в дуду и прочее прочее по мере возможности я буду продолжать это делать и в общем то большое спасибо сериалу король и шут который вот еще раз хочу сказать он совершенно неважно хороший или плохой на мой взгляд он хороший ну то есть это вот с точки зрения вот этого боёпика вообще совершенно прекрасный пробный шар я слышал что собираются снимать этот как там сектор газа теперь на волне успеха если хотите посмотреть самый крутой вот такой фильм про западную группу посмотрите фильм дед 2019 года у нас он почему-то придет как компромат это про мотли крю я ходил под впечатлением месяц я пересмотрел все концерты могу крыл и вообще как бы так сказать опять-таки пожалел что я вот не был там в гуще событий в то время это то что я хотел вам все не сказать на волне так сказать реинкарнации моей рубрики перед сбок будут еще различные выпуски напоминаю что у нас идут экскурсии основном петербурге до москве пока не добраться был мы кстати выпустили сейчас вот втроём альбом я переформатировал проект оса называется культурный код там пару треков как мне кажется вполне в тему интересно ссылка есть там внизу и будут два концерта в конце июня начале июля в петербурге москве я дополнительно сообщу на этом все мы с вами увидимся в плане онлайн пока